Господин Шелосберг, здравствуйте. Анна, здравствуйте. Много вопросов к вам пришло, но в частности, я хотела бы начать с вашего поста, который вы написали. Вы все-таки посмотрели новогоднее обращение Владимира Путина, видимо, не в саму новогоднюю ночь. Вы решили отложить на потом, возможно, чтобы не портить настроение, но это мои уже догадки. Не знаю, по какой причине вы сделали это позже. Вы написали пост, где, в частности, вы сказываете мнение о том, что, обобщу, не цитирую вас дословно, что Путин не остановится и последуют другие решения, которые будут касаться в том числе большого количества россиян. Это всеобщая мобилизация, закрытие границ и прочее. Каким вы видите развитие событий? Анна, еще раз здравствуйте. Я хочу уточнить, что я много лет в полночь не смотрю выступления президента. Это обычное для меня времяпровождение. Я встречаю Новый год в кругу семьи, с близкими людьми. И для того, чтобы встретить Новый год, Путин мне не нужен. Поэтому ничего необычного для меня не произошло. И обычно я не смотрю его обращение вообще. Но сейчас фактическое военное время. И было понятно, что это обращение Путина неизбежно будет отличаться от предшествующих. Собственно говоря, оно и отличается, отличается существенно. Поэтому я его посмотрю. Что касается прогноза на дальнейшее развитие событий. Первое, о чем нужно сказать. Никто из нас не может войти в голову Путина. И достоверно понять, какие конкретные действия он планирует предпринимать. Он старается в большинстве случаев показывать себя человеком неэмоциональным. На самом деле он является крайне эмоциональным человеком. Он был им всегда. Фраза, с которой он вошел в российскую политику, хочу напомнить, касалась войны в Чечне. И она звучала «Мочить в сортире». Это было связано с террористическими актами в России. И это было первое содержательное эмоциональное высказывание, с которым Путин вошел в российскую политику. Он старается сдерживаться. И понятно было, что выступление на Новый год так же тщательно писалось, корректировалось, выверялось. Понятно, что есть спичрайтеры, но я не сомневаюсь в том, это мое впечатление, что во всех выступлениях последних двух лет, касающихся Украины, начиная с 2021 года, подчеркну, двух лет, имея в виду с 2021 года, Путин участвует лично, где-то в написании целых кусков, где-то в редактуре, но это его авторские тексты. У этих текстов достаточно четко прослеживается преемственность. И у этих текстов меняется эмоциональная атмосфера. И этих выступлений и статей на самом деле не так много. Если посчитать, все их будет, наверное, около шести. Наверное, это послание обществу, это шестое выступление. Я боюсь быть неточным, но максимум я могу ошибиться на один. И по мере развития военного противостояния, эти обращения насыщаются эмоциями. И главная эмоция обращения новогоднего, которое не названо поздравлением, сказано обращение Владимира Бутина, не поздравление. В нем, конечно, доминирует ярость. Просто ярость. И это верховный главнокомандующий. То есть перед нами верховный главнокомандующий. И вне зависимости от того, кто в действительности был на фоне за Путиным, являются ли эти люди военнослужащими на самом деле, либо как установили расследователи, это многофункциональные лица, появлявшиеся рядом с Путиным в самых разных ситуациях, местах. И в костюмах это не имеет никакого значения, и имеет значение само визуальное послание. И в этом смысле Путин высказал несколько очень простых вещей, понятных вещей, высказал их откровенно. Вещь первая, что все было сделано правильно. Просто все. Фактически он сожалеет о том, что не начали раньше. Надо было начать раньше. Было бы меньше затрат и меньше потерь. И надо продолжать. Совершенно очевидно, что это обращение писалось сознательно, понимая, что за ним должны последовать конкретные решения. Мы не знаем, какими эти решения будут. Вот хочу сказать, что с одной стороны, Путин всегда показывает направление своего дальнейшего движения. Напомню еще и еще раз, в этом же эфире, эфире Грэма, мы с Вадимом Родионовым неоднократно упоминали и обсуждали судьбоносную, без всяких кавычек, статью Путина, написанную 12 июля 2021 года, опубликованную на сайте Кремля на двух языках, на русском и на украинском. Это было сделано демонстративно. И эта статья была опубликована через неделю после старта выборов в Государственную Думу. Это и была программа партии «Единая Россия». По сути дела, программа Путина на эти выборы, где во главе партии «Единая Россия», напомню еще раз, был не кто-нибудь, а министр обороны. Только крайне наивные люди после этого могли испытывать какие-то сомнения и иллюзии насчет дальнейшего развития событий. Путин чрезвычайно откровенен и понятен во всех своих основных публичных заявлениях. Его просто нужно слушать и читать. Поэтому я вижу, что в результате частичной, достаточно массовой мобилизации, хочу напомнить, что когда было объявлено, опять-таки это было сделано Шойгу, мы не знаем, что стоит на самом деле в указе Путина, в секретном пункте, в числе мобилизованных. Этот пункт указа может меняться любое число раз, а мы об этом не узнаем. Но была названа изначально цифра 300 тысяч. Не все люди, живущие в большой стране, Россия большая страна, соотносят цифру 300 тысяч мобилизованных с вооруженными силами Российской Федерации. А это больше, чем 7 сухопутные войска Российской Федерации, численно из которых, по официальным данным Министерства обороны, около 270 тысяч человек. Это все сухопутные войска, а это крупнейший рот войск. То есть частичная мобилизация была колоссальной для страны. Общеизвестно, что страна и военная система управления, и государственная система управления в целом с трудом, с большим трудом справились с этой мобилизацией. По большому счету до сих пор в полной мере не справились. И это никто не отрицает. И страшные, в любом случае страшные события, ровно в полночь под бой курантов в Макеевке, когда погибло, по последним данным Министерства обороны, другой статистикой, мы не располагаем 89 человек. Но я предполагаю, что по мере течения этой первой недели года цифра может измениться. Совершенно понятно, что система мобилизации, система управления войсками, система подготовки мобилизованных, мягко говоря, провалилась. И несмотря на это, именно с помощью мобилизации Путину удалось стабилизировать то, как он это называет, линию боевого соприкосновения. То есть боевые действия ведутся с крайне небольшой амплитудой от некой условной константы. Войска несут потери, обе стороны их признают. Можно зайти в телеграм-канал Министерства обороны и посмотреть буквально круглосуточно размещаемые ролики о боевых действиях. И визуально понятно, что идет речь совсем не о перестрелках, просто о перестрелках. При этом политические решения согласуются с трудом. И сегодня первое официально развернутое сообщение Министерства обороны о потерях в Макеевке появилось в этом телеграм-канале во втором часу ночи. Во втором часу ночи. То есть четверо суток, практически четверо суток ушло на то, чтобы сформулировать официальную позицию. При этом во всем обвинили самих погибших. Нечего было звонить по мобильным телефонам в полночь по домам. Вот что сказано в этом сообщении. Кто из официальных лиц несет ответственность за подобный режим секретности, безопасности, маскировки, об этом не сказано ни слова. Может быть скажут потом. Поэтому, на мой взгляд, частичная мобилизация позволила Путину остановить наступление украинских вооруженных сил. И я уверен, что этот результат его как минимум устраивает. Как минимум. Дальше встает вопрос. Могут ли боевые действия остановиться на той линии, на которой они ведутся сейчас? Совершенно очевидно, что нет. Ни для Украины, ни для России эта линия не является достаточной. Просто в разные стороны. Просто в прямо противоположные стороны. Из этого можно сделать вывод, что сейчас будет проходить анализ всех ресурсов Российской Федерации для того, чтобы предпринять дальнейшие действия и решения. С экономическими ресурсами нет никаких проблем. Сегодня, по-моему, бывший премьер-министр Бельгии, один из ведущих либеральных политиков Европы, ныне депутат Европарламента Гивер Ховстадт, человек, который является профессиональным экономистом, высококлассным экономистом, который несколько раз позволял Бельгии выходить из трудных ситуаций в экономике, он произнес абсолютно откровенную фразу «9 пакетов санкций и все бестолком». Он это сказал буквально сегодня. Совершенно очевидно, что российский бюджет не потерял. Найдены альтернативные пути сбыта. Понятно, что в долгосрочной перспективе санкции работают всегда, но идет речь о том, что долгосрочная перспектива это перспектива длительных боевых действий, перманентных боевых потерь и перехода боевых действий в ту стадию, когда уже процесс занимает больше времени, отнимает больше сил, чем дает результат. Когда процесс становится сутью боевых действий, а боевые действия ведутся для результата, а не для процесса. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшее время, есть такая понятная всем дата, 24 февраля, она приближается, осталось месяц и 20 дней, будут приниматься некие решения, которые должны будут зафиксировать те или иные положения, объективно зафиксировать те или иные положения в состоянии войск, в состоянии экономики, в состоянии финансов. Денег достаточно. И, на мой взгляд, Путин будет вынужден уточнять для себя и для своего ближайшего окружения все актуальные задачи на ближайшее время. 24 февраля предстоит отчитаться. Вот год, как ни крути, все будут подводить итоги этого страшного года. И нужно будет подвести их, в том числе и Путину. И, на мой взгляд, выглядит логичным. Логичным. Я не скажу бесспорным, но я скажу логичным. Усиление военного участия. Будет ли это всеобщая мобилизация? На мой взгляд, страна и к частичной была не готова. Мы это увидели. Сколько было сбоев, огромных сбоев, системных сбоев. К всеобщей сейчас тоже не готова. Но ведь можно по-разному оценивать готовность России и к самой военной операции. Военная операция предполагалась очень краткосрочной. Это очевидно по всему, просто по всему. И по выступлению Путина 24 февраля, и по всем дальнейшим действиям расчет был на то, что парад, извините, победы на Крещатике состоится, если не в конце февраля, а то в начале марта. Но история пошла по другому пути. Путин крайне амбициозен. Любое отступление от его плана вызывает у него крайнее неприятие. Он не готов корректировать системную задачу. Системная задача очень простая. У Украины не было никакой государственности. Вся государственность Украины это изобретение большевиков, которые отняли землю в России и передали их Украине. И, собственно говоря, вот эту большевистскую ошибку, как Путин считает 20 века, он сейчас исправляет геополитическую ошибку ценой в миллионы людей и в сотни тысяч, в миллионы квадратных километров. Вот что сейчас делает Путин. Он не отказался от этой цели, это совершенно очевидно. Для того, чтобы достигать этой цели, ему потребуется усиление военного участия. Вот такова картина сейчас. Могут ли быть приняты какие-то иные решения, не военные, я пока не вижу перспективы. То есть ничего об этом не говорит. При нынешней ситуации на линии боевых действий Украина не пойдет на переговоры. Она об этом заявила открыто. Европа и Америка эту позицию Украины также открыто поддерживают. Для России эта линия также не является достаточной. Ну просто не является и все. И события вокруг Чирсона показали это со всей яркостью. Город Де Юра по российской конституции является административным центром одного из вновь присоединенных регионов России. При этом он контролируется Украиной. И при этом российские воинские подразделения ведут обстрелы этой российской региональной столицы. Если смотреть на эту ситуацию изнутри российской конституции. Вот то, что сейчас происходит. Но Путин способен иногда на парадоксальные решения. Это показала, кстати говоря, и вся ситуация вокруг Украины. До этого это показала ситуация вокруг Крыма. Нужно вспомнить о том, что Путин неоднократно публично заявлял о том, что Россия никогда не будет силой присоединять Крым. Все эти выступления сохранились. Более того, они были даже не на первом сроке. Они были, когда уже Путин два срока был у власти. И, скажем так, мягко разобрался, что к чему в большой политике. Поэтому, на мой взгляд, у Путина сохраняется внутренняя способность к нетривиальным действиям. Но эти нетривиальные действия, в том числе, могут быть и на пути усиления военных инструментов разрешения этой ситуации. Он перешел все свои внутренние барьеры, если они были. Он выбрал путь. Не только для себя, но и для страны. Он сжег все мосты. Если говорить о глобальной политике, он сжег все мосты. Это при том, что если он сейчас скажет, он сам скажет, что он готов сесть за стол переговоров и обсуждать выход из ситуации без военного участия, весь мир прибежит за этот стол переговоров. Все. Вся Европа, Соединенные Штаты, все без исключения. НАТО придет, Европейский Союз придет, все придут. Потому что понимание того, что происходящие события могут длиться годами, годами, становится все более и более распространенным. Помните, когда осенью стали массовыми оценки, что еще немного и Украина добьется результата. Понятно, что это было следствие перехода Кирсона из-под контроля России и под контроль Украины. Но после этого все остановилось. Вот реально все остановилось. События под Бахмутом показывают этот город, эта земля. Они уже политы кровью, судя по масштабу происходящего, не меньше, чем во время Второй мировой войны. А линия почти не движется. Почти не движется. Поэтому, на мой взгляд, Путин анонсировал будущие действия. И при этом конкретно не сказал ничего. Он сказал только то, что будет сделано все, что необходимо. Потому что все, что было сделано, это правильно. И если что-то не было сделано, то будет сделано в дальнейшем. Вот увидим. Вот увидим. У меня нет и не может быть точного прогноза. Потому что, судя по некоторым эпизодам из истории, Путин может принимать решение и под воздействием сильных эмоций, под воздействием сильного настроения. Вот до сих пор нет никаких сигналов о том, как он воспринял трагедию в Макеевке. Это же его вооруженные силы допустили. Вопрос не в том, кто стрелял. Вопрос в том, кто допустил эту ситуацию. Для него же это вопрос безопасности вооруженных сил. И нет никакой разницы. Это кадровый состав или это мобилизованный. Все они сейчас находятся в штате. Вооруженных сил. В штате. И пока что его реакции нет. И заметьте, господин Песков, пресс-секретарь Путина, не произнес свою обычную фразу «Это не вопрос Кремля». Он мог это сделать многократно. Но он этого не сказал. Потому что, если бы он сейчас сказал, что это не вопрос Кремля, ну, я думаю, что ему прилетело бы по первое число. Поэтому пауза. Эта пауза не продлится долго. Должны быть приняты официальные решения по ответственным за события в Макеевке с российской стороны. И, на мой взгляд, это подтолкнет Путина к принятию более глобальных решений. именно в военной сфере. Вот вы упомянули Чечню в самом начале вашего ответа. И сразу вспоминаются солдатские матери. И сейчас вот известное обращение, кажется, не позднее, чем вчера, оно было. Солдатские вдовы обратились с просьбой начать мобилизацию. И культ смерти, он как будто прогрессирует и прогрессирует. Соловьев говорит, что жизнь не надо переоценивать, и мы попадем в рай и так далее. Это вот такая новая методичка. Как это задумано, на ваш взгляд, сейчас? Анна, то, что касается странного и поначалу совсем малонаселенного телеграм-канала, который ведется от имени солдатских вдов, то, на мой взгляд, пока что, пока что на старте своей жизни в информационном пространстве. он выглядит как фейк. Вот просто как фейк. Я иначе это никак не могу расценить. Нет никаких оснований считать его подлинным. А вот вброшенная им мысль, совершенно очевидно, провокативная, которая напрямую призывает всеобщей мобилизации, естественно, в результате всеобщей мобилизации, как и во время любого масштабного военного участия увеличится число погибших. На мой взгляд, это более хитрая технология. Я пока не увидел и не услышал, не прочитал нигде, чтобы какой-то конкретный человек, вот женщина, имя, фамилия, отчество, возраст, место жительства, имя погибшего мужа или сына, открыли бы свое лицо и сказали, это мы. Это все выглядит исключительно как провокация, возможно, с целью изучения реакции общественного мнения, возможно, с целью использования в качестве газус-белли, просто формального повода для тех или иных действий. Но я не вижу пока за этим информационным, как сказать, агентством, извините, трудно даже слово подобрать, реальных людей, солдатских вдов. Я не исключаю, что это совсем другие люди и эти люди намного опаснее, чем женщины, потерявшие своих родных. Что касается господина Соловьева, мне кажется, уже сейчас не существует такой глупости и не существует такого ужаса, который не мог бы сказать Соловьев. Во-первых, знаменитая фраза «Зачем нам мир, если в нем нет России» была сказана Путиным в диалоге с Соловьевым когда двое мужчин в черном, буквально в черных костюмах, в черной комнате, на черном фоне при контрастных софитах обсуждали возможность ядерной войны. И Соловьев смотрел тогда в глаза Путину с восхищением, просто с восхищением. Надо же, круто, мужик готов нажать кнопку. И это запомнилось. Сейчас, как мне представляется, вопрос методичек, которые спускают вот этим ключевым 5-6-7 пропагандистским лицам в России, это вопрос источника этих методичек. Мне кажется, мастерских для этих методичек стало слишком много. Если вообще говорить о единой государственной информационной политике, то кухня, то кухня должна быть одна. А здесь такое ощущение, что вся большая администрация и прилегающие к ней здания, кто в форме в хаке, кто в другой форме, кто в штатском, обзавелись своими кухнями и производят меню самого разного рода для этих говорящих голов. Что касается лично Соловьева, все, что можно ему предложить, это подать пример. Вот, знаете, среди молодежи есть много таких выражений упрощенных. Я не привык их употреблять как человек другого поколения и другой языковой культуры, но я помню, как, по-моему, то ли в нулевые годы, то ли, может быть, даже в 90-е появилось такое выражение в так называемом подонческом стиле «убийца об стену». «Аб» писалось через «АП». Вот, можно посоветовать господину Соловьеву подать пример убийцы. Ну, вот, все. Здесь нет вообще предмета для серьезного обсуждения, кроме одного. Если главные государственные пропагандистские лица декларируют ценность смерти и отсутствие ценности жизни, это означает то, что их заказчики перешли к публичному оправданию самоубийства. Самоубийство не в виде, извините, самострела или повешения, а самоубийства наций. И это, конечно, страшно, потому что культ самоуничтожения, он отрицает будущее. Собственно говоря, при таком подходе к жизни будущего нет. Его нет ни у страны, ни у человека. Я не знаю, до какой степени они это понимают. Сами эти люди, какие коды, они же любят такие вот слова, мы там, кодируем народ. Вот они, они начинают кодировать народ на очень опасные вещи. и я не уверен, что эти вещи будут приняты обществом с согласием и даже спокойно. Вот когда человек переносит эту глобальную матрицу самоубийства на свою семью, на своих детей, да, есть люди, мне приходилось их видеть и чуть-чуть, немного, но приходилось общаться. когда человек, который понес потерю, погиб муж, погиб сын, действительно приходит к пониманию, если у меня погиб сын, брат, муж, ребенок, отец, близкий человек, то я уже понес или понесла такую утрату, что, к примеру, у нашей семьи должны следовать другие. То есть раз мы понесли такие жертвы, пусть несут жертвы все. Такая точка зрения психологически понятна, она является следствием глубокой психологической травмы и нужно обладать абсолютным цинизмом, то есть вот цинизмом, я не знаю какой степени, абсолютным цинизмом, для того, чтобы использовать подобные психологические состояния людей, для того, чтобы программировать восприятие смерти, в том числе смерти во время боевых действий в масштабах всей страны. Если действительно это была не импровизация Соловьева, и если подобное послание в той или иной форме сейчас волной пойдет по всем основным пропагандистским передачам, но это будет означать то, что в очередной раз, вот прошу простить, в очередной раз граница добра и зла пройдены, и вопрос о ценности народа, вот просто о ценности людей, ценности человеческой жизни, если не сегодня, то завтра, ценности продолжения человеческого рода, ценности продолжения жизни в России, ценности будущего, просто снят с повестки дня, и тогда ситуацией управляют организаторы массового самоубийства, просто организаторы массового самоубийства. Это очень опасно. Мне очень, мне видится, это чрезвычайно опасно, но в этом тоже, я предположу, может, может крыться серьезнейший внутрироссийский общественный конфликт. Знаете, я вот в последние месяцы, можно сказать, последний год, я когда иду по улице, прихожу куда-то, я смотрю на женщин, мужчин, родителей с детьми, с маленькими детьми, вот просто с маленькими, с малышами, с детсадовскими, младшими школьниками, подростками, и чем старше они становятся, тем ближе тот самый возраст, когда они могут стать участниками событий, если эти события продлятся еще годы. И я смотрю на этих людей, задаюсь вопросом, у них внутри вот эта мысль, какое будущее у моего ребенка при таком развитии событий возникает, и я уверен, что возникает, вот просто уверен, возникает, и это может быть основой для очень серьезных изменений, постепенных, медленных, не ждите в России никаких быстрых перемен, это невозможно, ничего не будет быстро, но медленно и постепенно может меняться общественное настроение. То, что делает Путин, то решение, которое он принял, его политика в целом, в целом, на протяжении уже очень многого времени, показывает, что для него не завершился 20-й век. Он постоянно возвращается во всех своих ключевых политических выступлениях, в том числе связанных с Украиной, к событиям 20-го века. Он переписывает состоявшуюся историю. То есть, если говорить о времени, как времени, для Путина 21-й век до сих пор не настал, потому что он доживает 20-й. Но это же глобальный разрыв между политическим лидером и временем, политическим лидером и современностью как таковой. Ведь инстинкт жизни у человека сильнее инстинкта смерти. Инстинкта смерти у человека нет. Его не существует в биологии. В биологии, в человеческом устройстве существует только инстинкт жизни. И любые действия, которые пытаются представить возможные события как воплощение инстинкта смерти, они ошибочны как политически, так исторически с точки зрения времени, ну не 19-й, не 20-й век на дворе, но и при этом с точки зрения самой человеческой природы. И этот конфликт, он является в России ключевым. Он является ключевым. Конфликт истории, конфликт времени, конфликт человеческого существа, человеческого внутра. Наши зрители задают вам вопросы. Олег, в частности, просит у меня спросить у вас. Анна, спросите у Льва, отказался он от идей переговоров с Путиным. Ну знаете, что я хочу дополнить еще, наверное, комментарии Олега к вам, по поводу того, вообще, насколько Путин еще может стать рукопожатным условно. Вы говорили о том, что могут сесть за стол переговоров, но вот в частности один из юристов британских, который возглавлял, если я не ошибаюсь, обвинение на процессе над бывшим президентом Сербии Милошевичем, он как раз вот недавно в интервью BBC сказал, что Путин должен предстать перед судом за военные преступления в Украине в 2023 году уже. И он как раз удивлялся тому, что прокуроры, политики так свободно, открыто не говорят о вине Владимира Путина. Вот почему-то, по его мнению, может быть, вы с этим не согласитесь, но пока мировое сообщество, оно избегает возлагать вину персонально на Путина. Что можете по этому поводу сказать? Судьбу Путина будут решать не юристы, не адвокаты, не судьи, а политики. Глобальная политика переполнена цинизмом, при том и в Европе тоже. Хочу напомнить, что Путин принял Россию, когда доля российских энергоносителей в импорте Европы составляла около, всего Европейского Союза, около 20%, а к 24 февраля прошлого года составлял около 45%. И совершенно очевидно, что все это делалось руками европейских политиков. И сегодня объем тех доходов, которые получает Россия от продолжающейся продажи энергоносителей, в том числе газа, в Европу, позволяет России вести любого масштаба боевые действия. Более того, газопровод проходит по территории Украины. И Россия платит Украине также за этот транзит. Если смотреть политику, смотреть на политику, не как на экран монитора с мелькающими информационными сообщениями, и тем более не так, как на экран телевизора, а смотреть на реальные действия, которые осуществляют политики, то в мире давно возобладала так называемая реальполитик. Когда ценности не имеют значения, имеют значение две вещи. Власть, деньги, влияние, влияние власти это почти одно и то же. Но, конечно, не совсем. Власть это возможность принимать решения. Поэтому, на мой взгляд, все политические лидеры, подчеркну, все будут готовы сесть с Путиным за стол переговоров, если он реально скажет, что он готов сесть за стол переговоров без предварительных условий. Ведь главное препятствие к началу переговоров о подписании соглашения о прекращении огня, я понял, о чем меня спросил телезритель или видеозритель, Олег, да, вы назвали имя? Я не ошибся? Вот, я понимаю, о чем он говорит. Идет речь о давнем предложении, которое высказывала и партия Яблоко в целом, и представители Яблоко в отдельных своих интервью, и Явлинский, и Рыбаков, и Вишневский, и я. Мы говорим об одной и той же вещи. Обсуждение соглашения о прекращении огня требует начала этих переговоров без предварительных условий. Для них нужно одно условие. Пока идут эти переговоры, пушки молчат. Невозможно вести переговоры одновременно с боевыми действиями. Ни о чем. Соглашение о прекращении огня не означает перемирие. Несколько абсолютно безграмотных и, на мой взгляд, сознательно провокационных журналистов, когда представители Яблоко и я, в том числе, стали говорить о необходимости подписания соглашения о прекращении огня, напомню, это было еще весной и летом прошлого года, то есть, ну, фактически сразу после начала боевых действий. Они подменили нашу позицию, заявив, что вот они говорят о необходимости заключения перемирия. Перемирие это другое дипломатическое действие. Это другой совершенно тип документа. Соглашение о прекращении огня открывает возможность ведения других политических переговоров. Хочу напомнить, всем тем, кто мыслит глобальными категориями. Сейчас очень выросло, особенно в Европе, в том числе среди, к моему глубокому сожалению, российских политиков, журналистов и просто рядовых россиян, уехавших, вынужденных покинуть Россию и уехать за ее пределы, усиливается точка зрения, что раз мы не смогли победить Путина внутри России, пусть это сделает Украина. И на этом они замолкают, вот на этом они ставят точку. А это не точка, это пожелание, это утверждение означает то, что будут продолжать гибнуть люди по обе линии противостояния, при том и мирные, и военные, и взрослые, и дети, и старики. Когда спрашиваешь у этих людей, какую цену вы лично готовы заплатить за эту военную победу? Они говорят, ну вот я пожертвовал деньги. Я говорю, погодите, погодите, пожертвовать деньги это, конечно, важное действие, но давайте уточним, что лично вы готовы сделать? Вы готовы пожертвовать своей жизнью? Нет. Вы готовы пойти одеть военную форму и пойти воевать? Нет, не готовы. Простите, а почему тогда вы так уверенно утверждаете, что единственный выход из этой ситуации это достижение военной победы одной страны над другой, при этом вы намерены воспользоваться результатом этой победы? Вы намерены с этой победой в руках или в зубах у кого как получится вернуться в Россию, но получается на костях других людей, как украинцев, так и русских, как участников вооруженной борьбы, так и совершенно невинных людей, которые погибли вот буквально 30 декабря, 31 декабря, 1 января, 2 января, 3, 4, какую цену вы готовы заплатить за эту победу? И нет у них ответа на этот вопрос. И своей жизнью пожертвовать не готовы. И прямо сказать, что да, мы жертвуем жизнью те, кто сейчас погибает, тоже не готовы, потому что вроде как неудобно. Ну это же просто стыд и позор. Это стыд и позор. Никакая прямая матрица сравнения между событиями Второй мировой войны, противостояния антигитлеровской коалиции и антигитлеровской Германии с событиями 2022 и теперь уже 2023 года невозможно. История не повторяется буквально. Любое упрощение ситуации фатально, просто фатально, особенно если это упрощение делают политики. Журналисты, ладно, они влияют на общественное мнение, очень часто вводят людей в заблуждение, но скажем так, они хотя бы не принимают военных и экономических решений. Рядовые граждане заблуждаются, неприятно, но это обычная ситуация. Но если политики заблуждаются, это очень опасно. На мой взгляд, каждый день, каждый день, вот много СМИ считают по дням, 300-й, 305-й, 310-й, 315-й день, каждый день гибнут люди. Ну слушайте, поставьте себя на место человека, который вчера встретил Новый год, а сегодня будет лежать в могильной яме, притом не похороненной, его просто разорвет под пуски снарядом, шальным или не шальным, неважно, притом неважно каким снарядом, российским, американским, украинским, неважно, жизнь его закончится навсегда, его детей, родных, поставьте себя на место этого человека. Посмотрите материалы Лены Костюченко, выдающегося журналиста Новые газеты. Она опубликовала фотографии, материалы написала, война всегда выглядит так и никак иначе. Вот этого гуманитарного понимания происходящего, его нет. Его нет сейчас у очень многих людей, как политических. Так и не связанных непосредственно с политикой. На первом месте, если мы сторонники мира и сторонники гуманизма, мы должны быть готовы принимать решения и настаивать на решениях, которые у радикальной части общества не будут приниматься. Я знаю людей, которые обрадовались событием в Макеевке. Гибели по официальным данным 89-ти, возможно, в дальнейшем цифра уточнится российских мобилизованных. Для меня очень странно и неприятно, что есть граждане России, которые этому радуются. Собственно говоря, вы чему обрадовались? Что еще почти в 97-е пришла смерть? Это предмет для радости? Или это есть та жертва, которую вы готовы платить за будущую победу Украины над Россией? Вы что, ждете, что украинские танки будут на Красной площади? Вот это полная оторванность от реалий. Непонимание реальной ситуации на поле боя. Там все ужасно. Вот просто ужасно каждый день. Пока ты там не находишься сам, лично. Это часть информационной картины. Вот люди следили за военными событиями. То, условно говоря, 23-х часов 31-го декабря. Потом перебывались, встретили Новый год, выспались, проснулись, позавтракали и вернулись в интернет. Что там произошло? А, вот оно, что произошло. Но это же взгляд со стороны. Все остались живы, сыты, выпили вино, съели салат, выспались, сходили с детьми на улицу, покатались на аттракционах, вернулись домой, включили интернет, снова посмотрели. Но это же жизнь, а не кино. Люди там умирают не политой кетчупом, а политой настоящей кровью. Они живые. Вот это отрицание ценности любой другой человеческой жизни, оно ужасно. Оно ужасно, потому что оно влечет к эскалации. Эскалация это самая опасная вещь во время военного конфликта. Очень мало специалистов остались в мире, вообще в мире, не только в России, там, в США, в Европе, в мире, очень мало людей, которые способны понимать логику развития эскалации. Ах, вы так, а мы так. Ах, вы здесь, а мы тут. Ах, вы таким образом, а мы таким образом. И так постепенно, ступенька со ступенькой, с очень высокой скоростью переходятся барьеры, преодолеваются барьеры перед следующими возможными фатальными событиями. Эскалация была предметом политического внимания и исследовательского внимания во время глобального противостояния СССР и США. Неоднократно, неоднократно, ну, хрестоматийный пример, это Карибский кризис 1961 года, но не только он. У последней черты останавливались государства, останавливались правительства. Иногда, иногда были эпизоды, когда Третья мировая война не началась чудом, чудом, известен этот эпизод, академик Арбатов рассказывал у меня это в эфире, программа Люди Мира, когда командующий группой подводных лодок у берегов Кубы и, соответственно, США, группа подводных лодок находился на одной из подводных лодок и одно из движений, одно из движений на американском берегу было воспринято как возможное, возможное начало атаки и весь состав командования подводной лодки был готов принять решение в ядерном пуске, а командир группы лодок, находившийся там, сказал нет, нет, мы не получили подтверждение из Москвы, у нас нет приказа, да, мы имеем право принять это решение, но мы не получили подтверждение, что на самом деле начало атаки, мы не будем принимать это решение сами, и спас мир, понимаете, вот такие были вещи, и кажется, что это было вот тогда, давно, 60 лет назад, более 60 лет назад, 62 года назад, а при этом ситуации с точки зрения логики эскалации, они остались прежними, это вот как дважды два, все равно 4, и 10 на 10, все равно будет 100, и я вижу сейчас, что почти никто не занят процессом эскалации между Россией, можно сказать, всем окружающим миром, ну уже Путин сказал, и вся пропаганда сказала, что мы воюем не с Украиной, а с НАТО и глобальными США, и уже понятно, что все объединилось вокруг, ну так тем выше, тем выше риски, понимаете, вот эта невозможность понять, что твоя безопасность в безопасном городе, в безопасной стране, входящей в НАТО, не входящей в НАТО, или, допустим, твоя безопасность как гражданина России, живущего, я не знаю, на Камчатке, на Чукотке, вот где-то вот совсем, совсем, в тысячах и тысячах километров от территории военных действий, она существует, это иллюзия, это иллюзия, человека мобилизуют из любого региона России, и он оказывается здесь. На мой взгляд, любые попытки, любые попытки, усилия к немедленному прекращению огня являются благом. Вопрос территории, вопрос государственных границ, вопрос компенсации, репарации, контрибуции, расследований, всего, это вопросы вторые, третьи, четвертые, пятые и пятнадцатые, каждый день гибнут люди. Вот вдумайтесь, просто в эту простую мысль не удается донести. Я вижу по многим разговорам, это же не первый наш с вами разговор, не с вами лично, наверное, первый, но не первый разговор в эфире, где мы говорим, господа, если вы хотите вести политику двадцать первого века, то сначала ценность человеческой жизни, а потом все остальное. Если вы ведете политику, что на первом месте территории, а на втором месте люди, то вы тоже не вылезли из двадцатого века. Путин не вышел из двадцатого века, вы вместе с ним не вышли из двадцатого века, потому что вы говорите о землях, вы говорите о границах и не говорите о людях. Вот здесь, в Псковской области, я хочу это еще раз сказать, это важно, потому что это здесь, в России, жители Псковской области, не только Псковской области, конечно, это и жители Петербурга, и Ленинградской области, и Карелии, и Мурманской области, но здесь это очень зримо, потому что здесь 5 контрольно-пропускных пунктов с Европейским Союзом, 3 с Латвией, 2 с Эстонией, мы видим это постоянно. Здесь каждый день продолжают помогать украинским беженцам, которые через Россию едут в Европу, потом кто-то вернется в Украину, кто-то останется там, а кто-то завис в России, потому что некуда ехать. Некуда ехать. Вот мы только что в декабре потратили почти полмиллиона пожертвований, чтобы этим людям купить обувь, одежду и лекарства. Понимаете, это происходит каждый день, и когда этих людей спрашиваешь, мы же их видим перед собой, это же непридуманные люди, непридуманные, они пришли сюда из Херсонской, из Запорожской, из Донецка, из Луганска, это живые люди, они все говорят, господи, как угодно, остановите это. Потом разберемся, но остановите это, там же семьи с погибшими детьми, с погибшими стариками, с людьми, которые с инсультом, они не могут передвигаться, потому что, ну вот, все, человек в последней части своей жизни, и ему выпал этот ужас. Если смотреть на мир глазами этих людей, то и мир, и политика, и все боевые действия, и все, что делают государства, приобретают совершенно другое видение. Это как вот спектральное зрение. Это просто другой спектр, другая совершенно картинка, как будто вот линзу человеческую. Мы ложили на происходящее событие, и вдруг стало, становится понятно, что это ужас. Вот те, кто с этим столкнулся, хотя бы немного, понимаете, хотя бы с кем-то пообщался, вот кого-то послушал, кто в этот ужас вовлечен, ну уже этого не забудет. От этого понимания ситуации невозможно избавиться. Просто невозможно уйти, невозможно это забыть. Вот люди потеряли все, понимаете, все. Дома, сбережения. Они что могли, бросили в машину, у кого уже не было, или вообще не было машины, сели в какие-то автобусы по косой версте, доехали сюда, у кого-то есть сил ехать дальше, у кого-то нет сил ехать дальше. У них жизнь сломалась. У них случилось главное чудо, они остались живы. Они могли погибнуть. Они остались живы. И на все нужно смотреть глазами тех людей, кто сегодня жив. Под бомбами, не под бомбами, в руинах, или здесь в каком-нибудь доме отдыха, куда их поселили. На все нужно смотреть глазами человека. Сейчас я вижу абсолютное расчеловечивание политики. Абсолютное. Смерть приемлема. Массовая смерть приемлема. Накрыли 100 человек несколькими выстрелами. Это воспринимается как хорошее событие. Ну все. Это сумасшествие. Вообще вот такое сумасшествие от самоубийственной психологии не отличается ничем, потому что это все восхваление смерти. Возрадоваться смерти – это то же самое, что возрадоваться просто убийству. На мой взгляд, мир пока не нашел выхода. Очень мало холодных, хотя я понимаю, что в такой ситуации быть человеком, политиком с холодной головой очень трудно, но очень мало рациональных взглядов. Я не знаю. Вы спросили, я, конечно, должен ответить. Я не знаю, кто и как может сейчас говорить с Путиным. Вот сегодня, 4 января, в очередной раз Радоган сказал, что будет звонить Путину и звонить Зеленскому. Наверное, есть какие-то непубличные контакты. Известно о том, что когда Россия испортила свои отношения с Папским престолом, с Ватиканом, как выяснилось, через Беларусь, через Министерство иностранных дел, через умершего при странных обстоятельствах, бывшего министра Макея поддерживались отношения с Ватиканом. Беларусь их сохранила в силу огромного влияния католической церкви в Беларуси, большого числа католических приходов. Россия утратила. Но контакты велись, то есть есть какой-то разговор. Уполномоченные по правам человека двух стран общаются между собой, занимаются обменом пленными, как военными, так и гражданскими. То есть какие-то калиточки, какие-то маленькие тропинки, они работают. Это просто хорошо. Это слава Богу, что это есть. Но это пока не влияет на главные события. Это некий параллельный процесс. Обратите внимание, он идет, эти процессы идут, но они сказываются на ключевых вещах. Я не исключаю, я просто не исключаю, что еще не показал себя, конечно, это надежда на чудо, скажу прямо, какой-то политик, который в силу каких-то своих психологических особенностей, о своей личной истории, каких-то еще обстоятельств. В мире очень много, и в мире большой политики многое зависит от случайности. Вдруг сможет говорить со всеми в этой ситуации. Не как участник, непосредственный участник политического и военного противостояния, а как человек, обладающий определенными способностями и обладающий определенными возможностями. Говорить с Путиным, говорить с Зеленским, говорить с консолидированной Европой, которая, как вы знаете, не везде и не всегда консолидированная, хотя пытается сохранить европейское единство. И, может быть, случится такое стечение обстоятельств, на что хотелось бы надеяться, что такой человек сможет помочь выйти на решение о прекращении огня. Оно безальтернативно. То есть, никакие дальнейшие переговоры о людях, территориях, границах, пленных, судебных процессах, ответственности, о чем угодно, невозможны до тех пор, пока продолжаются боевые действия. Это понимание не имеет альтернативы. То есть, можно высказывать другие точки зрения, нужно понимать, с каждым днем продолжения военного противостояния растет число погибших, растет число затронутых людей, затронутых семей, людей, которые понесли безвозвратные потери. Безвозвратные. И это накапливает энергию ненависти, энергию мести. Она становится политической силой. Я понимаю желание родных погибших и причастных погибшим людям отомстить. По-человечески оно понятно. Если это человеческое желание становится мейнстримом в государственной политике, все, будет большая беда. Большая политика должна отличаться от восприятия жизни одним конкретным человеком, тем, что должна быть способна видеть картину происходящего в целом. Эта картина чудовищна. Это самые страшные события на территории Европы после Второй мировой войны. Это не отрицают уже сторонники любых политических взглядов. Любых. У меня нет рецепта. Я не тот политик, у которого в руках есть золотой ключик. Но я вижу то, что происходит из региона, который находится просто на границе с Европейским Союзом. У Псковской области внешние границы, Эстонская республика, Латвийская республика, Республика Беларусь больше, чем внутренние границы России. Вот мне отсюда видно, что беда надвигается, что риски большого глобального военного конфликта нарастают. Не снижаются, а нарастают. И то, что меня крайне встревожило, вот как жителя России, гражданина, живого человека, выступление Путина, с которым мы с вами начали, то, что других путей выхода из ситуации в этом выступлении не обозначено. Он не сказал о том, что при тех или иных обстоятельствах он готов остановиться, изменить свое решение, переоценить события. Это не означает то, что он об этом не думал никогда, но он счел нужным высказаться именно так. Я жду, какими сейчас будут ответы на это выступление. С другой стороны, я имею в виду, в данной ситуации не Украину, а в широком смысле Европу, не только Украину, Европу и США. И я пока не слышу того ответа, который мог бы остановить эскалацию. Пока что все идет по пути к эскалации. Вот главное, что можно сказать после всего лишь нескольких дней этого Нового года. Это очень тревожно, это очень плохо, это очень опасно. Сейчас неважно, на мой взгляд, неважно, насколько широко будет поддержано обществом стремление того или иного политика найти мирный выход из этого тупика. Совершенно очевидно, что на фоне военного конфликта, когда целые государства становятся участниками противостояния, безусловно, торжествует, ну, наверное, неизбежный в этой ситуации популизм, в том числе и националистический популизм. Мы это видим сейчас, просто видим сейчас, во многих странах Европы это просто видно. К этому нужно относиться с пониманием. Но уже ответственностью политиков каждой страны, и Латвии, и Литвы, и Эстонии, и Польши, и Германии, вот всех не перечислить, потому что 30 государств, каждая из этой страны является пойти на поводу общественных настроений и на этом зарабатывать, кстати говоря, судя по некоторым результатам выборов, неплохой политический капитал, который на самом деле плохой, потому что это все керосин в топку. Это все керосин, это все горит, это все уничтожает человеческие жизни. Я очень надеюсь, что одним из результатов того кошмара, этой катастрофы, в которой мы сейчас живем, если она не завершится Третьей мировой войной, на что хочется надеяться, будет совершенно другая система мировой безопасности. Совершенно другая система глобальной безопасности. Ныне действующая система провалилась. Все, что было построено после Второй мировой войны, рухнуло. Нужно будет строить другую систему. Какую? Пока нет предложений. Но ныне действующая система это политический банкрот. И пока что, пока что внятных предложений о том, как организовать систему, способную предотвратить те события, которые произошли в 2022 году, пока что таких предложений нет. Просто нет. И это та объективная картина, та печальная правда, которой нужно смотреть в глаза и понимать ее так, как она есть. Нельзя приукрашивать действительность. Нельзя выдавать желаемое за действительное. Нельзя биться за свою свободу чужой кровью. Нельзя. Просто нельзя. Это плохо заканчивается. Просто плохо заканчивается для всех. У меня нет сейчас никакого конкретного итогового мнения или рекомендации. Как бы ни было сейчас психологически и эмоционально тяжело, на мой взгляд, усилия всего цивилизованного мира, и в данном случае слово цивилизованного означает мира, относящего себя к человеческой цивилизации, то есть к развитой части мирового сообщества, должны быть сосредоточены на немедленном подписании соглашения о прекращении огня без политических условий. Еще раз говорю, без территорий, без границ, без всего. Остановиться. Просто остановиться. Развести. Развести воюющие стороны по разным сторонам. И дальше уже писать эту дорожную карту. Это будет очень тяжелая дорога. Это будет мучительно. Многих обвинят в предательстве. Бог знает, что там будет происходить. Но если в результате этого решения останутся живы люди, они останутся. Вот просто это объективно так. Когда пушки замолкают, люди остаются живы. В том числе дети, в том числе женщины, в том числе старики. Это стоит очень серьезных жертв. И политических тоже. Это стоит изменения в ценностях ведущих политических сил. Потому что сейчас основной ценностью стала военная сила. Когда основной ценностью становится военная сила, то начинается война. Вот. Это азбука тысячелетняя. Понимаете? Ладно бы это придумали или вспомнили год назад или пять лет назад. Это мудрость человечества. Уже все это многократно подтверждено жизнью. У многих еще не начался 21 век. Не то, что 2023 год. А 21 век не начался. Современность не настала. И это огромная историческая драма. Плохо начинается 21 век. Очень плохо. Ну что ж, Лев. Благодарим вас за ваше мнение. Спасибо вам, что нашли время поговорить с нами и будем следить за развитием событий. Наши зрители также передают вам благодарности. Многие пишут привет и не все вопросы я успела вам задать, но будем приглашать еще. Спасибо вам. Анна, спасибо большое. Мирного года. Я очень надеюсь, что он все-таки будет шагом к миру. Спасибо всем, кто был с нами. До свидания. Благодарим вас и с Новым годом.